3 апреля 2017 года на электронные адреса ведущих мировых учёных и политиков пришли совершенно одинаковые письма. В заголовке стояло лишь одно слово – «Конец». Вместо текста – единственная ссылка на некий таинственный сайт. Это невероятно, но если пройти по ссылке, можно увидеть таймер обратного отсчёта времени. Собственно, он и называется «Конец». Если верить убегающим секундам, 15 ноября 2017 года установленное время истечёт. Но что это за мистический рубеж? Что закончится? Или что начнётся? Третья мировая война? Смена полюсов? Контакт с иной формой жизни? На сегодняшний день известно только одно – все сообщения были отправлены из одного и того же места – Антарктиды. Но кто именно их послал, пока установить не удалось. Теоретически, отправитель может находиться на любую из полусотни постоянных полярных станций, которые принадлежат 28 странам мира. Дело пахнет серьёзным международным скандалом. И, похоже, на Земле появилась ещё одна страшная тайна. Не исключено, что к её разгадке приведёт цепь загадочных событий последнего времени, которые напрямую связаны с шестым континентом. Он устраивает забеги голышом и сексуальной оргии на набережных Москвы ради просветления. Как тренер по йоге из Хабаровска создал крупнейшую порно-секту в России? И почему женщины поклоняются ему словно божеству? Воскрес, чтобы стать президентом. Зачем голые короли и секс-гуру рвутся в политику? И какую поддержку им оказывает Запад? Самосванные боги и их адепты в России и за рубежом. Мы назовём их всех в проекте стратегического назначения «Засекреченные списки». Завтра в 19.00 Нарадовая. Антарктида. Гигантское белое пятно на карте нашей планеты. Здесь в толще льдов сконцентрирован мировой запас пресной воды. Бесценные ресурсы — возможный виновник гибели всего человечества. Антарктида. Здесь глубоко под землёй спрятаны триллионы кубических тонн минералов, нефти и газа. Стоимость этих сокровищ превышает все известные мировые запасы полезных ископаемых. И, возможно, именно из-за них начнётся Третья мировая война. Антарктида. Здесь заморожены самые невероятные исторические, политические и мистические тайны человеческой цивилизации. Многие из них мы рискнём сегодня растопить. Ничья земля. Кому де-факто принадлежит Антарктида? Телёж ледяного пирога уже начался. Антарктида — это такая огромная кубышка мира, которая рано или поздно прорвёт, и все туда ринутся это добывать. Советский самолёт столкнулся с НЛО. Сенсационные откровения выжившего члена экипажа. Мы разыскали его 38 лет спустя. Вот такой ещё пищей, что НЛО яркий луч света был. Зачем госсекретарь США экстренно летал на шестой континент в день выборов? Он пытался выйти на контакт с атлантами, либо с внеземной цивилизацией, которые имеют свою базу в Антарктиде. Знаменитый астронавт Бас Олдрин эвакуирован с американской полярной станции Амундсен-Скотт. На американской станции были обнаружены какие-то, в общем-то, непонятные вирусы. В районе полярной станции «Восток» обнаружен таинственный источник электромагнитного излучения. Это делается небезведомо более высоких цивилизаций. Загадочный таймер судного дня шокировал влиятельных политиков и учёных. Интересно, что этот таймер идёт действительно в Антарктиду. Стивен Калвер и проснулся от назойливой мелодии входящего вызова. На часах 4.30 утра. Директор службы охраны Пентагона прекрасно понимал, по пустякам его беспокоить не будут. И действительно, помощник был очень взволнован. Он просил босса немедленно приехать в управление. Дело, разумеется, государственной важности. Пожилой офицер, ветеран вьетнамской войны Калвери даже не сомневался. Понедельник 3 апреля будет одним из самых напряжённых дней в его карьере. The End. Конец. После 11 сентября 2001 года в Пентагоне стали очень внимательно относиться к любым сообщениям подобного рода. Что это? Намёк на очередной террористический акт? Но почему тогда угроза исходит из такого неожиданного источника – Антарктиды? При этом никакой конкретики. Не исключено, что к этому делу причастны одиозные русские хакеры. Прежде всего хочется отметить то, что есть давно-давно уже сеть ТОР, которая используется для как раз анонимизации. Она позволяет выходить, грубо говоря, в интернет, то есть выглядеть для всего внешнего мира, как какой-то компьютер из другой страны. В ходе экстренного расследования выяснилось – таймер был создан на маленьком сайте. Теоретически запустить с его помощью обратный отчёт может кто угодно. Однако вычислить IP-адрес компьютера, с которого было отправлено это письмо, не удалось. Источник умело путал следы. Интересно, что этот таймер идёт действительно в Антарктиду, как бы, его концы, но там не подтвердили. Ну и не подтвердят, естественно, если его включили оттуда. Получалось, что сигнал засветился на серверах крупнейших полярных станций – немецкой Ноймайер-3, китайской Тайшань, российской станции Беллинсгаузен и даже американской Амундсен-Скот, расположенной на южном географическом полюсе нашей планеты. В этом таймере, запущенном в этом году, интересно то, что его местонахождение как раз было связано с компьютером, с главным компьютером базы Амундсен-Скот, которая находится как раз в центральной полюсной части Антарктиды. Для выяснения подробностей эксперты из Пентагона обратились в Национальный научный фонд США. Именно в его ведении находится полярная станция Амундсен-Скот. Ответ учёных никого не удивил. Если верить руководству станции, никто из сотрудников не создавал и тем более не распространял по миру никаких виртуальных таймеров. Подключение к серверу произошло извне. Это явно спланированная акция. Ни я, ни мои сотрудники. Не имеем к ней никакого отношения. Но кто и как сумел разослать это послание от нашего имени, я не знаю. Электронный таймер – свидетельство геополитической войны, которая ведётся в Антарктиде уже не одно десятилетие. В этом уверен основатель сайта Викиликс Джулиан Асанж. Кто знает, возможно, таинственная угроза исходит непосредственно с Южного полюса. Но кому именно это может быть выгодно? На ледяные земли официально претендуют семь государств. Свои заявки они оформили ещё до подписания международного договора о нейтралитете Антарктиды в 1959 году. Это Франция, Норвегия, Новая Зеландия, Аргентина, Чили, Великобритания и Австралия. Однако ни одна из них сегодня не имеет реального влияния южнее 60-й параллели. В отличие, например, от США. Игроков много. Прежде всего, конечно, по силе Соединённых Штатов Америки, по финансовой силе. Сам по себе район Антарктиды, он очень важен и с стратегической точки зрения. И даже, может быть, есть какая-то эзотерическая составляющая. Очень много информации о том, что там есть НЛО. Материалы по этим вопросам засекречены в Соединённых Штатах Америки. Визит Джона Керри в Антарктиду в ноябре 2016 года – это наглядное подтверждение претензий штатов на южные территории. Сегодня в этом не сомневаются ведущие мировые аналитики. Официально госсекретарь США прибыл на шестой континент, чтобы принять участие в климатическом саммите. Но так ли это на самом деле? О чём свидетельствуют и визиты высокопоставленных лиц о том, что идёт борьба за этот континент. Дай бог, чтобы эта борьба была не силой оружия, а силой идеологии, науки и экономики. Судя по последним событиям на станции Амундсен-Скотт, американцы уже давно не занимаются здесь чистой наукой. Не исключено, что Антарктида стала базой для секретных военных испытаний, которые не всегда проходят успешно. Давно уже про это ходят разговоры, так как она малонаселённая, в стороне от всяких транспортных и других артерий человечества. Конечно, да. С этой точки зрения она представляет несомненный интерес. Легендарный астронавт Бас Олдрен эвакуирован с Южного полюса из-за резкого ухудшения здоровья. 1 декабря 2016 года эта информация от Викиликс облетела все мировые информагентства. Причина загадочного заболевания не уточнялась. В тот же день на базу Амундсен-Скотт прибыл самолёт Национального научного фонда США. Олдрина вывезли в поселение Макмёрда на берегу Антарктиды. После чего переправили в закрытый военный госпиталь в Новой Зеландии. Официально второй человек на Луне был на Южном полюсе в качестве туриста. Но мало кто знает, что вот уже 61 год Бас Олдрен является членом масонской ложи Монтклер номер 144. А часть его деятельности после завершения карьеры в НАСА была направлена на исследование инопланетных форм жизни. По возвращении из своей космической экспедиции он был назначен специалистом по внеземным цивилизациям. И он активно занимался и занимается вот этим делом. Мы все в опасности. Это само зло. Шокирующая запись из твиттера легендарного астронавта – ещё одно доказательство. В Антарктиде происходят жуткие вещи. Своё пугающее сообщение Олдрин отправил в сеть незадолго до срочной эвакуации. К твиту была прикреплена не менее странная фотография. О том, что в Антарктиде обнаружены пирамиды, заговорили в июне 2013 года. Тогда в интернете появилась серия снимков, сделанная неким Стивеном Хаггардом. Этот британец известен как исследователь аномальных явлений. На этих его фотографиях чётко видны три пирамиды, расположенные в том же порядке, что и знаменитые пирамиды в Гизе. Две находятся на расстоянии, по-моему, 16 километров от береговой линии. Одна чуть ли не размером с Хеопса пирамиды в Гизе или больше. Другая чуть меньше, где-то 350 метров, по-моему, в основании. По крайней мере, о трёх пирамидах я бы говорил точно. Но не исключена возможность, что подо льдом ещё находится количество, разумеется. Антарктические мегалиты имеют естественное происхождение. С таким заявлением немедленно выступили некоторые учёные-активисты. Якобы симметричные грани просто выдуло ветром. Однако профессиональные геологи в столь разумной силе стихий отчего-то сомневаются. Может ли природа сделать так на протяжении, неважно, тысяч, миллионов лет, чтобы более-менее идеально хотя бы одну, не обязательно все четыре стороны склонов своей горы, стесать так, чтобы это оказалось буквально, ну, вот очень, скажем, плоско. Я таких аналогов не знаю. Причём, когда выветривается порода, крошится и осыпается более рыхлые слои, там, известняк, более твёрдые породы, вот они остаются. Они могут принимать самые различные, там, буристые, шероховатые образования, но гладкими они всё равно никогда не станут. Сегодня рассмотреть антарктические пирамиды можно даже с помощью популярных спутниковых карт. Вот они, в районе хребта под названием Винсон. Судя по источникам, которые доступны в сети, то пирамид очень мало. То есть мы видим одну большую и несколько, и комплекс из трёх пирамид, из трёх или из двух. Но кто же построил эти гигантские саркофаги в самом холодном месте на Земле? Поскольку Антарктида очень давно находится подо льдами, то этим пирамидам миллионы лет. Симметричные конусы – это следы исчезнувшей цивилизации, для которой страшные морозы являются нормой. Кто-то их называет антами, кто-то мифическими атлантами. Кем бы они ни были, в Антарктиде эти загадочные существа поселились намного раньше, чем в Египте. Пирамидам, которые находятся в Антарктиде, более нескольких миллионов лет. То есть они были построены тогда, когда существовали ещё древние континенты Атлантида, Гондвана, может быть, даже вот этот вот нам известный континент Мум. Не исключено, что таймер судного дня, как его уже окрестили на Западе, и антарктические пирамиды действительно связаны. Может быть, вот именно поэтому из Антарктиды пришёл сигнал, что готовьтесь, оттуда может быть нанесён удар, поэтому предупреждаем всё человечество, а вдруг? Ископаемые вирусы, погубившие антарктическую цивилизацию, могут вырваться на свободу. Там могут быть бактерии, вирусы, к которым человечество совершенно не адаптировано. Тысячелетиями эти микроскопические киллеры были законсервированы в древних пирамидах. Не исключено, что американцы уже вскрыли одну из древних гробниц, и то, что они там нашли, может вырваться из полярного холодильника. Смотрите далее. РЕН-ТВ и телеканал Дискавери представляют. Главные тайны мироздания. Космос полон парадоксов, но логичен и теоретически предсказуем. В легендарном проекте «Как устроена Вселенная» с Константином Капецким. С 4 декабря. Премьера на РЕН-ТВ. Кто-то взял его за руку и слегка сжал запястье. Генетик Майкл Финн открыл глаза, но сесть уже не смог. Сил не хватило. Доктор жестом попросил его не вставать и начал менять капельницу. Еще вчера молодой человек почувствовал себя плохо, но все же самостоятельно передвигался по палате. Сегодня же с утра кашлял кровью, а к вечеру уже не мог самостоятельно сходить в туалет. На американскую станцию Амундсен-Скотт Майкл Финн прилетел по контракту в конце октября 2016 года. Официально для проведения биологических экспериментов в естественной экстремальной среде. При этом никто толком не знал, чем конкретно он занимается. Каждое утро Майкл запирался в лаборатории и выходил только к ночи. С прочими сотрудниками станции почти не общался и, судя по всему, совершенно не зря. Дело в том, что на американской станции были обнаружены какие-то, в общем-то, непонятные вирусы, микроорганизмы, которые выживают, скажем, с ударной дозой радиации. То есть все живое бы уже погибло на Земле. Вот эти микроорганизмы, принесенные на Землю, они выживают. Это значит и радиация, и сверхнизкая, и сверхвысокая температура, в общем-то, не убивает их. 11 ноября 2016 года американский генетик был срочно отправлен с полярной станции в тот же военный госпиталь, куда позднее, эвакуирует астронавта база Олдрина. Обратите внимание, ноябрь еще не раз всплывет в этой загадочной истории. Кто забыл, именно в этом месяце должен остановиться и загадочный таймер. Совпадение? Вряд ли. Ноябрь можно рассматривать как астрологический знак, число которого 11 лет, знак зодиака Скорпиона. Скорпион – это двоякое существо, которое связано с магией, с какими-то очень глубинными тайными процессами, происходящими в самой цивилизации. Доктора так и не смогли помочь Майклу Финну. Скоропостижная смерть – сердечная недостаточность. По крайней мере, так заявили сотрудники клиники. Однако родственникам даже не предъявили труп. Тогда, может, это они спланировали весь этот спектакль с обратным отчетом, чтобы отомстить за гибель родного человека? Как говорится, следствие разберется. Но вот что вызывает не меньшие подозрения. Выяснилось, что официально американский генетик работал на знаменитую компанию Lockheed Martin. Сегодня это генеральный спонсор всех научно-исследовательских работ, которые проводятся в рамках антарктической программы США. Есть подозрения всякого рода, высказываются различные эксперты о том, что там американцы, в частности, проводят какие-то секретные испытания. Но доказанных фактов в настоящее время в публичном пространстве нет. А ведь Lockheed Martin – это та самая фирма, что специализируется на создании аэрокосмической техники. Фирма, которая является военным подрядчиком номер один американского правительства. Lockheed Martin – это крупнейшая американская компания. В ней работают около 140 тысяч человек. Это основной такой заказчик у этой компании Пентагон. Объем парсельных заказов доходит до 100 миллиардов долларов. Но что забыли военные на континенте, который вот уже более полувека объявлен демилитаризованной зоной? Сегодня американцы нападают на любую страну без санкций ООН. И понятно, что они сегодня пытаются, во-первых, адаптировать свои войска, тренировать их на этой территории. Если не войска, то хотя бы первых военных специалистов. Подготовка кадров имеет очень серьезное значение. Жить и работать в таких условиях. С 23 июня 1961 года в Антарктиде официально запрещены испытания ядерного оружия, а также любые действия, не связанные с научной или гуманитарной деятельностью. Проход любой военной техники дальше 60-й параллели также вне закона. Но закон не микроскоп. И порой смертоносное оружие можно спрятать в компактной пробирке. Ну, вообще, по оценкам наших военных экспертов, ну, примерно половина всех экспедиций – это военные люди. Ну, в зарубежных странах. Янки действительно могли разморозить древний вирус, который миллионы лет хранился в толще антарктических льдов. Не исключено, что именно он стал причиной внештатной ситуации на полярной станции Амундсен-Скотт. Но попал ли он к американцам из недр антарктических пирамид? А вот это не факт. Есть вероятность, что древняя зараза просочилась на Южный полюс с российской станции Восток. Воздух здесь суше, чем в Сахаре, и разрежен, как на Эльбрусе. Высота над уровнем моря – 3488 метров. Это здесь установлен отрицательный температурный рекорд нашей планеты – минус 89,2 градуса Цельсия. Инженер-буровик Григорий Шевцов попал в Антарктиду, как и прочие специалисты, по контракту с Институтом Арктики и Антарктики. Успешно прошел десяток медкомиссий и на три летних месяца за Южный полярный круг, в 58-ю полярную экспедицию 2013 года. До этого про Восток ничего не знал. Ну, думаю, станции, станции, пингвины. Ладно, Восток. Когда приехал, мне сказали, что это такое на самом деле. Я что-то так на затылке почесал, думаю, черт, угоразнило. Ну, думаю, ладно. То есть там такое стечение всяких биолого-химических, биологических и прочих факторов, что нигде на Земле такого места нет. Первые три дня на Востоке Григорий Шевцов думал, что не выдержит. Физически. В условиях высокогорье здесь у любого раскалывается голова и колотится сердце. Это меняется артериальное давление и состав крови. По ощущениям, что у тебя взяли в голову равномерно, так и гвоздяли, полотили, у тебя в голове где-то сидят, и никак избавятся от этого. Потому что хотя бы как-то давление скинуть, чем в этом первые сутки спит синий. Или полулёжа. Если прям лечь, как полагается, то вообще голова там отладывается. И многие, кстати, этот тест не выдерживают. Болит голова, здоровье ухудшается, и всё. Они не могут жить, не могут работать. Их самолётом открылись от обратной. Полярная задача Григория Шевцова – наладка оборудования для бурения скважин к озеру Восток. Если бы акклиматизация прошла неудачно, его бы отправили на родину. И новых открытий пришлось бы ждать ещё целый год. Я там, кстати, заболёл нечаянно. Меня хотели отправить на обратную землю санитарного самолёта. Вот и врач сказал, нет, я его поставлю на ноги. Таблеточки ещё что-то давал, кислород там. Всё, ну, поставил на ноги, всё нормально. История покорения озера Восток началась в 50-х годах прошлого века. Тогда советские учёные Игорь Зотиков и Андрей Капица рассчитали его положение математически. Открытие подтвердили механические – взрывами. А точнее, отражённые взрывной волной. Из-за технических трудностей работы по бурению начались только в 1989 году. С тех пор в Антарктиде хранится замороженная история нашей планеты. Самый старый лёд на нашей станции Восток, пока это как раз над озером, он имеет возраст примерно 430 тысяч лет. Вот образовался 430 тысяч лет назад. А это российское хранилище Кернов. Так называются уникальные ледяные стержни. Все они добыты в скважине, которая ведёт к подлёдному озеру Восток. Там массовый шут такой, это как бы попить лёд, в котором попить там виски или там ещё что-нибудь со льдом, в котором там 150 тысяч лет, 200 тысяч лет. 200 тысяч лет, 500 тысяч лет. Бесценные данные об атмосфере Земли, её химическом и биологическом составах. Всё, что жило тогда на планете, оставило след в этих ледяных кернах. В том числе и мельчайшие паразиты, неизвестные сегодня науке. Законсервироваться некие опасные, может быть, не опасные и тогда, но опасные после изменения микрофлоры всей Земли за последние 10 тысяч лет. Может, какая-то эпидемия новая вылезти, вот, кто знает. То есть, такие микрофлорнизмы есть. Только благодаря постоянной температуре минус 55 градусов Цельсия все вирусы и бактерии обездвижены и для надёжности заперты в герметичных пакетах. Но страшно представить, что будет, если нарушить условия хранения. Это большая опасность для человечества, большой риск и большая загадка. Мы ещё очень мало знаем вообще, что там происходит. В 90-х русские выживали за счёт торговли антарктическими артефактами. Это невероятно. Но в период тотального безденежья наши полярники меняли уникальные ледяные стержни на топливо, электрический кабель и буровую технику. Так чистый лёд со станции «Восток» и попал в западные лаборатории. Они его изучали, да. То есть, вот, французы его изучали, американцы изучали его там вместе с французами. Каждый же ведь владелец кернов, он как-то вот заботится, чтобы они были как... Отпускать их очень не хочется. Уникальный состав, который использовался при бурении на русской станции «Восток». Во-первых, он не позволяет скваже не затягиваться. Во-вторых, он легче воды. А в-третьих, совершенно с ней не смешивается. А значит, каждый добытый керн идеально чист. Мы там изучили ещё какую-то, ну, микроскопическую долю вот этих льдов. На озере «Восток», конечно, есть ещё большая надежда получить много интересного, потому что следующая у нас задача – не просто получить воду из этого озера, а отобрать воду где-нибудь из средины. В Антарктическом озере обитают неизвестные науке организмы и, возможно, внеземного происхождения. Эта сенсационная новость разлетелась по миру пять лет назад. Тогда российские учёные добыли первые образцы из Антарктического озера «Восток». Полные данные о биологических исследованиях, разумеется, держатся в строжайшей тайне. В Санкт-Петербург вернулась 62-я антарктическая экспедиция, и, вероятно, мы узнаем результаты третьего бурения на станции «Восток» глубоководного озера в этом году. Опасные микроорганизмы из древнего льда действительно могли стать причиной эвакуации американского генетика Майкла Финна. Несмотря на секретность исследований, сегодня эта версия довольно серьёзно рассматривается вирусологами. И, похоже, США всерьёз обеспокоены тем, что доступ к тайнам «Востока» сосредоточен в руках России. Несколько километров ледяных кернов, которые добыты из разных скважин, они хранятся на станции «Восток», поскольку там самые хорошие погодные условия для их хранения. Специалисты уверены, говорить о вирусологической войне ещё рано. Но вот угроза эпидемии вполне может исходить из подлёдного озера. Ведь до сих пор никто так и не исследовал его до самого дна. Вот известный случай испанки, которая там 100 лет назад появилась, неизвестно откуда, и унесла почти 100 миллионов человек. То есть новая болезнь, к которой человечество не приспособлено. По своим размерам озеро «Восток» равно половине Байкала. Согласно расчётам, герметичный панцирь над ним появился около миллиона лет назад. Сегодня, благодаря многокилометровой толще льда, давление в озере достигает 300 атмосфер. При этом основная температура среды плюсовая. А значит, там действительно возможна жизнь. Но что нагревает воду в самом центре гигантской морозилки? В юго-восточной части подлёдного озера обнаружен загадочный источник электромагнитного излучения. Российские исследователи засекли таинственные сигналы в декабре 2016 года. Не исключено, что именно этот объект или группа объектов согревает воды Востока. Но что именно застряло в Антарктиде десятки миллионов лет назад? Судя по интенсивности излучения, это могут быть железные метеориты. Однако частота и периодичность импульсов говорит скорее об обратном. С огромной долей вероятности на глубине четырёх километров хранится некий источник излучения, созданный разумными существами. Похоже, он также может иметь отношение к таймеру судного дня. Это ещё не выяснено. Может быть, даже и артефакт иноземной цивилизации, который поддерживает температуру в озере. Именно в таком благоприятном режиме. По крайней мере, результаты исследований не опубликованы. Пробурить новую скважину в районе озера Восток сейчас невозможно. На Южном полюсе лютует зима. Морозы под 80. Очередная полярная экспедиция стартует в ноябре. И снова тот самый месяц, указанный в загадочном послании. Как бы то ни было, необъяснимые электромагнитные импульсы были зафиксированы не только в районе станции Восток, но и по всей Антарктиде. И есть основания полагать, что мистический таймер был запущен на немецкой станции Ноймайер-3. Около двух недель назад мы засекли очень странные микроволновые сигналы. В итоге было установлено, что их источник расположен примерно в 15 милях от нашей станции. В 100 метрах подо льдом. Руководство немедленно отправило туда поисковую экспедицию. Это стенограмма отчета немецкого геолога Отто Штайнмайера. Позже вместе с коллегами он обнаружит не только микроволновые сигналы, но и следы радиоактивного излучения. В некоторых местах ледяного панциря счетчик Гегера просто зашкаливал. Следы радиоактивного заражения есть недалеко от немецкой базы. Ну, поговаривают, что там были какие-то урановые рудники. То есть именно там они получали уран для своей ядерной программы. В январе 2017 года возле немецкой станции приземлился самолет. Отряд из 18 человек, вооруженный тяжелой буровой техникой, отправился по указанным координатам. Примерно через 4 часа команда вернулась на станцию. По словам немецких полярников, все они были похожи на призраков. Позже у 7 человек обнаружили признаки лучевой болезни. При этом сами пострадавшие не понимали, где они и что с ними произошло. Но что же обнаружили геологи на подходах к немецкой полярной станции? Были обследованы прибрежные пещеры, в которых только были остатки горнодобывающего оборудования, какие-то комбинезоны рабочие. И попадались какие-то инструменты с клеймами, сделанные в Германии. Это сегодня территория, на которой расположена станция Ноймайер-3, принадлежит Норвегии и называется «Земля королевы Мот». До 1945 года в этих льдах стоял указатель с надписью «Новая Швабия». Если верить легендам, именно здесь инженеры Третьего Рейха проводили эксперименты с летающими тарелками. Могли ли немцы вывезти достаточные техники, инфраструктуру, специалистов, которые смогли бы сделать большой завод, грубо говоря, могли ли они это сделать? В какой-то мере безусловно. Рейх обладал определенным количеством грузовых, специально сделанных для этих субмарин, в которых было почти снято даже вооружение, которое могло перенести и перевезти около 10 тысяч человек, производственного профессонала или ученых, которые смогли бы создать такое вооружение. В 1947 году на подходе к Антарктиде эсминцы ВМФ США под командованием контр-адмирала Ричарда Бёрда были атакованы загадочными летательными аппаратами. Они якобы взлетали из-под воды и нападали на военные корабли. Те тертежи, те конкретные наработки, которые они вывезли в Антарктиду в ходе Второй мировой войны, позволило им создать все-таки некоторое количество образцов этих дисков, которые смогли изменить ход этого сражения. В руках специалистов уже давно есть чертежи дискообразных летательных аппаратов, изъятые из нацистских архивов. К тому же в 1939 году немецкие специалисты ввели в Антарктиде разработки урановых месторождений. Это доказанный факт. Но можно ли утверждать, что летательные аппараты, атаковавшие американцев, были созданы на Земле? В Антарктиде расположены десятки наземных баз пришельцев. По мнению уфологов, не исключено, что одну из них и обнаружили немецкие геологи в январе 2017 года. Это идеальная база для присутствия наблюдателей на Земле из других планет. А то, что в небе над Южным полюсом происходили странные вещи и много позже Второй мировой войны, прекрасно помнит штурман Александр Костиков. 2 января 1979 года лайнер Ил-14 разбился на Шестом континенте. Долгие годы экипаж официально считался погибшим. Но штурман Александр Костиков выжил. И только для нашего фильма согласился дать эксклюзивное интервью. Как многие говорят, Сань тебе повезло, ты родился в рубашке. Это была первая авиакатастрофа советского лайнера на Шестом континенте. Тяжелый Ил-14 после падения буквально развалился на части. Жуткая трагедия, подробности которой долгие годы были засекречены. На все вопросы выжившие лишь уклончиво отвечали «Нас поймала Антарктида». Смотрите далее. Его похоронили заживо. Эксклюзивное интервью после возвращения с того света. Запретная территория. Кто стоит за чередой антарктических катастроф? Американские военные подчинили себе энергию плазмоидов. Я, Костиков Александр Александрович, находясь в здравом уме, твердой памяти и ясном сознании, действую добровольно, понимая значение своих действий и не заблуждаясь, настоящим завещанием на случай моей смерти делаю следующее распоряжение. Написать завещание в 24 года немыслимо. Однако каждый, кто отправляется в суровые антарктические широты, обязан подписать этот серьезный документ. Молодой штурман был явно шокирован. Тем не менее, собираясь в экспедицию, Александр Костиков изложил свою последнюю волю на бумаге и аккуратно заклеил конверт. Антарктида. Сегодня Александр Костиков не может вспоминать ее без слез. Здесь никто и никому не гарантирует возвращение домой, даже мертвым. Кладбище возле российской станции Новолазаревская постоянно расширяется. В январе 1979 года только чудом здесь не появилась и могила молодого штурмана Костикова. Это вот кладбище, так сказать. Александр Александрович прекрасно помнит, как попал на Южный полюс. Перед тем, как отправиться в Антарктиду, он уже успел поработать в самых сложных условиях. Участвовал в ядерных испытаниях на Новой Земле. На Шпицбергене вел геофизическую разведку. Фактически непокоренным оставался лишь один шестой континент. Но отправиться в самую холодную точку нашей планеты мешали семейные обстоятельства. Супруга должна была скоро родить. Тем не менее, жажда приключений победила. Да и полярный заработок для молодой семьи был не лишним. Поездку в Антарктиду можно было заработать в «Жигуле». За пять тысяч тысяч. И столько же еще на отпуск. Но не в деньгах было дело, а была гордость за то, что я представитель Советского Союза. Тот десятичасовой перелет на станцию «Мирный» планировался как самое обычное задание. Александр Кустиков помнит, как сейчас. Самолет долго бежал по полосе, затем оторвался и спокойно начал набирать высоту. Видимость в пределах нормы, ветер минимальный. Идеальная погода для полета. Если был бы ветер, не соответствующий взлету, мы бы не полетели. Я помню, что солнышко было затянуто немножко облаками. И нужно, когда самолет взлетает, выставить острый компас так, чтобы я знал, что курс, с каким я взлетаю. И потом уже от этого будет строиться маршрут для полета в «Мирный». Вот. Я помню, что я только привстал, буквально немножко, и вот поправить солнышко. Не успел присесть, только помню, что командир так обернулся и говорит, «Шулик, держись». Внезапно перед носом лайнера пронесся снежный вихрь, словно взлетела ракета. Самолет мгновенно потерял управление и начал резко крениться влево. Всего через несколько секунд после взлета мощный «Ил» рухнул, как беспомощный бумажный самолетик. И мы уходили в океан, там всего-то две дорожки. Одна, например, там 250 метров, а бывает 310. Мы в одну чертнули плоскостью, а во вторую влетели. Доли нас подсадили, доли вот это, не знаю, ослепленное какое-то такое было. Уже тогда эксперты не сомневались. Виновник трагедии – неопознанный летающий объект. Возможно, что это был просто инверсионный след взлетающего НЛО. Просто вообще-то пришельцы НЛО, да, они никого специально не сбивают. Так получилось, что это было с течением обстоятельств, что наш самолет взлетал в 79-м году. Вот только непосредственный участник катастрофы осмелился озвучить свою версию только сегодня. Специально для нашего фильма. Вы знаете, если бы я это озвучил еще, тогда бы меня бы, наверное, в дубку забрали бы, и типа того же. Вы знаете, был какой-то яркий луч. Какой – не знаю. Может быть, мы помешали, может быть, не помешали. Но яркий случай света был. Сейчас это подтвердить или опортировать практически никто не может, но просто так самолет не падает. Трагический итог полета. Командир экипажа погиб на месте. Ударился головой о рог штурвала. Травмы, несовместимые с жизнью, получили второй пилот и бортмеханик. Александру Костикову, как и пяти пассажирам, повезло. Он выжил чудом, хотя получил невероятно тяжелые ранения. Все как в тумане. Ну, во-первых, лесок все залито кровью. Как мне глаза остались, я не знаю. Потому что они все, если я вот посмотрю, они все порваны здесь. Как вот, я говорю, не знаю. Ну, видно, Бог на свете есть. О трагедии, разумеется, тут же доложили в Москву. Но советского транспорта для отправки раненых в госпиталь не было. За помощью обратились к американцам. И уже через 10 часов транспортный геркулес CE-130 приземлился в Новой Зеландии. Здесь, в госпитале города Дарден, российского штурмана фактически собрали по кусочкам. В общей сложности за неполных два месяца Александр Костиков перенес пять тяжелейших операций. Из них классические на лесце, вот на голенке вот здесь. Две. Есть разрыв костерообразных связок. Здесь перелом бедра, там перелом это. В общем, и классический перелом челюсти, олеофорт номер один. Думаю, это раз в сто лет. Вот меня там собирали по частям. Накануне выписки персонал госпиталя накупил русскому Саше детских вещей. В Москве его дожидалась беременная жена и больной отец. 22 февраля 1980 года штурман Костиков вернулся к семье. На следующий день в дом героя Полярника явились товарищи в штатском. Они настоятельно рекомендовали забыть все загадочные подробности антарктической катастрофы. Официально Ил-14 потерпел крушение из-за резкой смены ветра и перегрузки. На этом очень настаивали официальные органы. Ну, что было, типа, у нас там перегрузки, я говорю, мы что, идиоты, что ли? Или мы приехали себя убивать? Мы приехали, да, заработать денег, посмотреть мир. Вот. И там, я говорю, мы не такие, хотя мы должны были, да, груз возить, но мы везли-то 4 или 5 человек всего. Какой перегруз может быть? Между тем, некоторые аналитики склонны называть крушение советского Ила всего лишь предупреждением. Предупреждением, к которому никто тогда не прислушался. Так же, как сегодня, некоторые склонны игнорировать загадочный таймер. А ведь тогда, в 1979 году, по центральному телевидению сообщили о еще одной необъяснимой антарктической катастрофе. И случилась она именно в ноябре. Пассажирский самолет новозеландских авиалиний врезался в гору Эребус. Удар был такой силы, что лайнер буквально размазало по склону. Самолет даже не загорелся. 237 пассажиров и 20 членов экипажа погибли на месте. Это был самый обычный туристический рейс. За штурвалом опытный летчик, командир экипажа, 45-летний Томас Коллинз. К тому времени он налетал уже более 11 тысяч часов. Это в 7 раз больше нормы, необходимой для получения лицензии пилота. Но как в таком случае он смог не заметить приближение целой горы, самой крупной вершины Антарктиды. Как мог там не увидеть целую гору летчик, непонятно. То ли, либо кто-то сбивал его намеренно, постановкой там каких-то радиопомех, то ли еще что-то. Да, это определенная загадка. Так что же на самом деле стало причиной крушения новозеландского рейса 901 и советского борта 4193? А еще можно вспомнить катастрофу 1986 года с таким же Ил-14. До станции Мирный тот рейс тоже не долетел. В живых никого не осталось. Нас поймала Антарктида. Помните эти слова Александра Костикова? По мнению некоторых ученых, за ними кроются вполне конкретные вещи. НЛО. В представлении обывателя летающая тарелка, способная перемещаться по причудливой траектории на космических скоростях. Тем более в разреженном воздухе Антарктиды. Однако специалисты все чаще сходятся во мнении, что здесь, на ледяном континенте, люди сталкиваются не с механическими аппаратами, а с энергетической аномалией. Это так называемая имплозия, как называют ее ученые. НЛЭ. Неопознанная летающая энергия. Вот что с огромной долей вероятности уничтожает людей в Антарктиде. Кто-то называет это явление шаровые молнии. Американский физик Рой Кристофер ввел в обиход термин «плазмоиды». Он считает, что это осознанные живые структуры, которые могут проявляться только в особых климатических условиях. Впрочем, есть у этой версии как сторонники, так и противники. Плазмоиды – это не форма жизни, скорее всего, это биоробот, который наблюдает за поведением человека в Антарктиде. Потому что очень много сейчас военных экспериментов и экспериментов ученых, связанных с химическим оружием, которые проводятся именно в Антарктиде. Сегодня исследования плазмоидов ведутся в секретных лабораториях всех стран-претендентов на антарктическое господство. Ведь если удастся подчинить себе эту колоссальную силу, можно будет смело претендовать на самый лакомый кусок ледяного пирога вместе с его бесценными недрами. Согласно расчетам, энергии только одного плазмоида хватит на то, чтобы обеспечивать станцию типа Амундсен-Скотт теплом на протяжении всей полярной ночи, с февраля по ноябрь. Ходят слухи, что американцам этот фокус уже удался. Разговоры такие ходят. Многие ученые считают, что как раз этим они там и занимаются. Некоторые эксперты напрямую связывают прошлогодний визит госсекретаря США Джона Керри на Южный полюс с презентацией новой энергетической установки. А иначе зачем чиновнику столь высокого ранга отправляться в ледяную пустыню? Тем более за день до президентских выборов. И тоже обратите внимание, в ноябре. С этим месяцем в Антарктиде явно что-то не так. Высшее руководство Соединенных Штатов Америки было тайно эвакуировано из Белого дома накануне президентских выборов. К такому невероятному выводу пришли на днях крупнейшие политические аналитики. Они опирались на один... В 15 часов 46 минут по восточному времени в воздух были одновременно подняты все так называемые самолеты судного дня. По мнению экспертов, означать это может только одно. Борт номер один увозил в неизвестном направлении Барака Обаму. Борт номер два вице-президента Джо Байдена. Их семьи летели на самолете специальной воздушной миссии, а летающий штабной центр Боинг И-4Б принял командование всеми вооруженными силами США с высоты 10 тысяч метров. Согласно протоколу службы национальной безопасности, подобные экстренные меры предпринимаются исключительно во время угрозы ядерного удара по крупнейшим городам страны. И вот что самое поразительное. В этот самый момент госсекретарь США Джон Керри срочно отправился в Антарктиду. Официально глава ГУЗДЕПа вылетел на встречу, посвященную вопросам сохранения климата. Вот только с кем и зачем на самом деле встречался главный переговорщик Америки на полярной станции Амундсен-Скотт? Самый важный день для его страны. День выборов. Смотрите далее. Битва за территорией. Кому достанется бесценная кладовая Земли? Зелёный континент. Таинственная карта раскрывает жаркое прошлое Антарктиды. Гигантский астероид может изменить земные полюса уже этой осенью. Кевин МакКью уже собирался запирать лабораторию, когда университетский сейсмограф издал резкий тревожный сигнал. Если верить показаниям прибора, прямо сейчас на юге Новой Зеландии происходило серьёзное землетрясение. Не ниже 7 баллов по шкале Рихтера. Чтобы перепроверить показания прибора, Кевин незамедлительно связался с коллегой из Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее. Вместо ответа тот посоветовал скорее включить канал новостей. Экстренные сообщения из города Крайсчерч. В ночь с 13 на 14 ноября город подвергся мощному удару стихии. На побережье разрушена инфраструктура. Оползни перекрыли главную магистраль области и временно перегородили реку Кларенс. Есть жертвы. Но если верить сейсмологам, такое попросту невозможно. Ну, ситуация такая. На платформах вообще-то землетрясения не происходит. Платформенная область земной коры вообще-то не сейсмически активная. Насколько я знаю, на данный момент никаких активностей сейсмических там замечено не было. Землетрясение в Новой Зеландии нарушило все законы природы. Обычно возмущение земной коры происходит в месте соединения тектонических плит. Здесь же удар вышел из монолитной плиты. Словно кто-то намеренно ударил по ней кувалдой мощностью в несколько мегатонн. И вектор удара указывает почему-то на Антарктиду. Все землетрясения необъяснимы. Потому что на данный момент очень хорошо известно, почему землетрясения происходят, как они происходят, что представляет из себя механизм очага землетрясения. Но нет решения вопроса... решения вопроса причины землетрясений. Вот до сих пор это неизвестно. Кстати, именно в эту ночь в городе Крайсчорч находился госсекретарь США Джон Керри. Отдыхал после визита на шестой континент. Расследовать детали катаклизма взялась, как ни странно, геологическая служба США. С тех пор об этом событии в прессу не просочилась ни капли новой информации. Словно ничего и не было. Отземный толчок в Новой Зеландии – это слабая демонстрация мощи нового, неизвестного доселе тектонического оружия. И удары, очевидно, ждали в самом Вашингтоне. Так называемое тектоническое оружие. Никто его в глаза не видел. Есть только домыслы по этому вопросу, что развитые страны, у которых много денег, что они могут проводить такие испытания, которые приводят к искусственным землетрясениям. Я вполне допускаю и известные истории, когда создавались ядерные заряды на большой глубине, для того, чтобы создать какие-то разрушения огромной силы, в том числе и в море. Такие испытания могут вполне проводиться. Это предупреждение, которое было обращено не только представителю США, но и всей западной цивилизации. В этом не сомневаются сторонники конспирологических теорий. А недавнее появление таинственного таймера вынуждает энтузиастов еще активнее вести независимое расследование. Смерть Дэвида Рокфеллера 20 марта 2017 года развязала руки многим врагам Запада. Знаменитый банкир, он умел договариваться и с Ближним Востоком, и с Южной Америкой. По мнению журналиста Бенджамина Вулфорда, с уходом старейшего представителя легендарной фамилии, Америка потеряла существенную долю своего авторитета. Дэвид Рокфеллер многие годы был, что называется, гарантом американского нейтралитета в той же Антарктиде. И то, что таймер судного дня появился буквально через пару недель после его смерти, говорит о том, что начинается реальная война за шестой континент. Кто из реальных игроков может угрожать Атлантическому Союзу? Да та же Аргентина. У нее давно зуб на весь Западный мир, из-за того, как с ними обошлись в Антарктиде. У нас отняли право на Антарктиду, но мы его вернем. Темы антарктических территорий для Аргентины традиционно болезненны. Ведь именно южноамериканцы первыми поставили здесь полярную станцию. 40 лет они были единоличными постоянными представителями землян на шестом континенте. Это малоизвестный факт, что при власти военной хунты Хуана Перона Аргентина решила стать ядерной державой и наряду с Соединенными Штатами и Советским Союзом начала вести работы по созданию атомной бомбы, для которой нужен был быть уран. Поэтому тот сегмент, сектор Антарктиды, где предполагалось, что есть месторождение урана, было объявлено аргентинской территорией. Но в начале 60-х у аргентинцев буквально вырвали из рук огромный кусок пирога. Сначала был подписан международный договор о нейтралитете Антарктиды. Затем мораторий на добычу полезных ископаемых. Даже тот факт, что Аргентина ближе всех расположена к антарктическому шельфу, не помог им закрепиться на южных территориях. Когда мы ввели фотосессию в самом южном городе земного шара Бушуае, это на огненной земле, то мы хотели снять аллею, где полярные исследователи Антарктики. Но мы думали, что мы всех их знаем, без проблем будет. Оказалось, что мы ни одного не знаем, потому что бюсты установлены только аргентинским полярным исследователем, которые, в принципе, в другом мире неизвестны, но для аргентинцев это национальные герои. Эмилио Марко Пальма – первый урожденный антарктидец, который родился на аргентинской полярной станции. Это была, пожалуй, самая эффектная демонстрация претензий на шестой континент. В 1979 году беременная супруга одного из южноамериканских полярников приехала к мужу и родила ребенка. Этому ребенку был выдан паспорт, что это первый человек в мире, который родился на континенте, в Антарктиде. Но эта уловка так и осталась уловкой, хоть и довольно оригинальной. Сегодня увидеть антарктические территории в составе Аргентины можно лишь на почтовых марках. В 1982 году страна предприняла очередную попытку захватить новые территории вблизи Антарктиды. Это была настоящая война с Великобританией за Фолькляндские острова. Это была битва, которая предвещала битва за воротом в Антарктиду. Ту битву южноамериканская страна проиграла. И что не менее унизительно, ее главная полярная станция Сан-Мартин расположена сегодня в зоне британских территориальных претензий. Тем не менее, официальные представители аргентинской антарктической базы также заявили, что не причастны к виртуальному терроризму. Иран уже ведет на шестом континенте полноценные изыскания. Полярники из Японии заявили о технической возможности разработки антарктического шельфа. А перед входом на полярную станцию Чжуншань уже давно красуется надпись «Добро пожаловать в Китай». Китайцы последние, именно вот последние лет пять, очень большие средства вкладывают в Антарктиду. Но вот что странно. Сильнейшие геополитические игроки планеты пока молчат. Официально ни Россия, ни США пока не высказали своих претензий на Антарктиду. При том, что американцы уже надежно закрепились на побережье. У американцев у них есть самая большая станция в Антарктиде, там, Макмёрнга. У них там вообще целый город, там около тысячи человек, там ученые семьи не живут. Вот, там детские сады, там пожарные станции, полиция строится. А что же Россия? Неужели мы не заинтересованы в расширении своих территорий на богатый, пусть и временно холодный юг? Позиция России на сегодняшний день такова. Претензий других стран мы не признаем. Но и о своих еще не объявляли. Но Россия сегодня обладает очень мощным преимуществом, и это видели на параде победы наши арктические войска. Потому что защищая любую территорию, вы представляете, что в таких-то непростых погодных условиях свои территории, границы и базы надо будет защищать. И это, наверное, тоже будет очень веским аргументом в перераспределении, а кому же все-таки принадлежит Антарктида. Де-факто Россия вообще имеет шансы претендовать на всю Антарктиду, как первооткрыватель. Это право мы завоевали еще в 1820 году. Тогда шхуны Мирный и Восток, Беллинсгаузена и Лазарева, впервые приблизились к этим суровым берегам. Вообще-то, если брать международное право, сказать, кто первый прибыл, всегда было на острова, тому государству это принадлежит. Сегодня у нашей страны имеется целых пять постоянных антарктических станций. Больше, чем у кого бы то ни было. Также именно российским ученым принадлежит открытие подледного озера Восток, расположенного в четырех километрах под одноименной станцией. Россия принадлежит историческое право открытия, хотя на это право претендует целый ряд других стран. И, ну, кого там только нет. Прежде всего, Австралия, конечно, это Чили, и Норвегия, и Соединенные Штаты Америки. Ну, все стараются, но особенно Австралия, они там считают, что чуть ли не половина этого материка принадлежит им. Вот только располагается важнейшая российская станция на территории, которая вполне может отойти Австралии. До подписания договора о нейтралитете шестого континента австралийцы забронировали за собой одну седьмую часть Антарктиды. Дело в том, что австралийцы просто свои крайние точки, меридианов, продлили до Южного полюса, и поэтому получилось, если смотреть на карту Южного полушария, то действительно получается очень большой антарктический сектор. А вот американцам, похоже, придется оспаривать права на Южный полюс у всех семи стран-претендентов, чьи земли сходятся в одной точке. Там, где сегодня располагаются главные геополитические козыри Вашингтона. Станция «Амундсен-Скотт». И, похоже, средства для достижения успеха в этой серьезной миссии у Янки уже появились. Американцы вообще последние 30 лет, к сожалению, они немножко вышли из-под контроля ООН и других международных организаций. На мысе «Канаверал» приземлился самый засекреченный космический аппарат ВВС США. Более 700 дней «Шаттл-Х-37Б» провел на неизвестной космической орбите. Цель миссии не раскрывается. Какое оборудование было установлено на борту аппарата, также держится в секрете. Эта сенсационная новость обрушилась на ленты новостных агентств 7 мая 2017 года. По мнению военных экспертов, на космоплане испытывались новые технологии для запуска ракетных двигателей. Не исключено, что речь может идти и о новых системах плазменного вооружения. Соединенные Штаты покрыты льдом, а в Антарктиде цветут тюльпаны. Именно так, по одной из версий, выглядит ближайшее будущее нашей планеты. По мнению геофизиков, разговоры о том, что на Земле могут резко смениться полюса, более чем оправданы. Было замечено еще, допустим, несколько сот лет назад, что магнитные полюса полюсы, они дрейфуют. То есть они не находятся постоянно на одном и том же месте. Более того, сейчас, на современном этапе, северный магнитный полюс находится в южном полушарии, наоборот. Если произойдет переполяризация, так скажем, магнитных полюсов, то, ну, я думаю, что вполне возможно и переворачивание Земли, то есть вот изменение полюсов вот географически. Это современная турецкая купюра номиналом в 10 лир. А это ее оборотная страна. Смотрите внимательно. Перед вами фактическое доказательство того, что еще несколько тысячелетий назад Антарктида была зеленым континентом. Легендарная карта Пири Рейса. Этот уникальный исторический документ был найден в 1929 году. Доктор археологии Эдхэм занимался тогда устройством музея в знаменитом стамбульском дворце Тапкапы. Среди книг старой султанской библиотеки и был обнаружен этот удивительный артефакт, составленный из кусков кожи газели. При первом же взгляде стало понятно. Это географическая карта мира. И, судя по всему, невероятно точная, несмотря на дату ее составления. 1513 год. Автором значился османский адмирал Хаджим Ухиддин Пири ибн Хаджимихмед, также известный как Пири Рейс. Но исследователей поразила не только точность исполнения карты. На ней было изображено побережье Антарктиды. За три века до ее открытия русскими мореплавателями Лазаревым и Беллинсгаузеном. Указана Антарктида, причем довольно правильное очертание. И почему-то не отмечены льды. Не отмечено, что эта земля вся покрыта льдом. Антарктида без ледяного покрова. Но это же невозможно. Впервые сканирование подледной части материка было проведено шведско-британской антарктической экспедицией в 1959 году. И совершенно неясно, как 400 лет назад турецкий адмирал мог получить эти данные. Отчасти все эти удивительные обстоятельства объяснил сам Пири Рейс. На оборотной стороне карты указано, что сей документ составлен на основе старинных источников. Среди прочих, адмирал называет материалы сожженной Александрийской библиотеки эпохи Александра Македонского. А это 4 век до нашей эры. И действительно, на момент составления карты Египет был частью Османской империи. Перед тем, как она была сожжена, кое-что удалось оттуда вынести. Ученым, работникам этой библиотеки, служителям. И, в общем, эти материалы, эти книги, они рассустранились по Ближнему Востоку, что попало и в Турцию. Если допустить, что оледенение Антарктиды произошло не миллионы лет назад, как утверждают современные географы, а гораздо позже, то, значит, и полюса тоже могли сместиться уже в наше время. Не исключено, что это эпохальное событие описано в десятке священных текстов как «Великий потоп». Как раз и связывают многие ученые всемирный потоп с тем, что поменялись полюса. С плюса на минус. Земля просто перевернулась на 180 градусов. В том же городе Мачу-Пикчу, в Андах, на высоте 3,5 тысячи километров, то есть там огромные такие статуи, они просто повалены, и все в одну сторону. То есть волна шла со стороны Атлантического океана и практически дошла до Тихого на высоте трех с лишним километров. Это говорит о том, что это гигантская совершенно волна. И все же, кто мог составить настолько подробную карту тысячи лет назад? Ведь для ее построения нужно обладать серьезными познаниями. Например, в сферической тригонометрии. Это наука о координатах. Они нужны для точного направления спутниковой антенны на любой космический объект. В ином случае нужно пользоваться данными аэрофотосъемки. При всем уважении к шумерам и египтянам даже у них не было столь продвинутых знаний и технологий. Или все-таки были? Те же пирамиды, другие мегалитические сооружения кто-то сделал на таком уровне, который был недоступен в примитивной цивилизации. Потому что три большие пирамиды, гизы, они очень отличаются от всех остальных пирамид, которые были построены гораздо позже. То есть их возраст оценивают от 9 до 12 тысяч лет. То есть когда фактически никакой цивилизации в Древней Египте еще не было. Как бы фантастически это не звучало, но похожие исходные материалы для карты пири-рейса могли предоставить людям пришельцы. Те, кто видел нашу планету из космоса. Задолго до ее оледенения. Вот только куда исчезли сами эти загадочные существа? По одной из версий, со временем они могли деградировать в тех же доисторических животных. Деградировавшие, потерявшие социальный разум. Но впоследствии, они, утратив этот разум, они очень быстро приспосабливались к среде обитания и к тому виду пищи, который, собственно, был в наличии. Многие из них, например, как архозавра, группа такая, куда входят и птицы, и динозавры, они остались двуногими. Но и эти фантастические твари могли стать жертвой еще более разрушительной силы. Согласно последним исследованиям на юго-востоке Антарктиды, на земле Уилкса, подо льдами скрывается гигантский кратер диаметром 500 километров. Образоваться такой кратер мог крайне давно, ну, миллионы, и, наверное, десятки миллионов лет назад, а может быть, даже и сотни миллионов лет назад, когда Антарктида еще не существовала в пределах тех очертаний, которые нам хорошо известны. На Землю сверхмассивный метеорит рухнул примерно 250 миллионов лет назад. Каменный гигант мог стать причиной массового вымирания не только динозавров, но любых разумных существ. Как уверяют астрономы, не исключено, что к Земле приблизится монстр примерно таких же размеров, как и тот, что упал на Антарктиду. Так не об этом ли хотел сказать таинственный отправитель злополучного таймера? Америка очень четко следит за тем, чтобы на Землю не упал астероид, потому что он падет по многим свидетельствам на Америку. Астероид Фаэтон подойдет к Земле на ближайшее расстояние именно осенью 2017 года. Если в результате удара сместятся полюса, то очень скоро откроется доступ к бесценной мировой кладовой, которая сегодня спрятана под километровыми льдами. Американцы, китайцы, японцы тратят миллиарды на изучение Антарктиды, потому что Антарктида очень богата полезными ископаемыми. Там есть высоко, так называемый, легкий уран, очень качественный, можно сказать, уран. Там есть газ, там есть нефть. В недрах Антарктиды, а также на ее шельфе, находятся колоссальные запасы нефти 6,5 миллиардов тонн. Природного газа более 4 триллионов кубометров. Сибирские запасы по сравнению с этим все равно, что лужа в море. И тот, кто первым забронирует лучший участок сегодня, завтра может быть в плюсе. И неважно, при этом упадет на Землю метеорит или нет. Огромное количество нефти, огромное количество угля, железа, меди, никеля. Вот. И это все лежит под этой огромной ледовой шапкой в очень тяжелых, суровых условиях. И, конечно, весь мир облизывается и смотрит, когда, так сказать, можно будет ринуться и забрать. Смотрите далее. Антарктический панцирь трещит по швам. Кому выгодно разрушение вечной мерзлоты? Станция «Восток» изолятор временного содержания. Чем грозит зимовка на магнитном полюсе Земли? За семью печатями российская военная эскадра доставила на шестой континент бесценный артефакт. Сотрудник британской разведки Ми-6 внимательно изучал очень странный таймер. Если верить заявлению профессора Донкана Уингема из Лондонского университета, ссылка на этот загадочный сайт пришла к нему утром 3 апреля по электронной почте. Сам по себе этот факт никого бы не заинтересовал, если бы ни одно обстоятельство. Точно такой же таймер уже отчитывал секунды на десятках компьютеров по всему миру, в том числе в Пентагоне. Но что общего между серьезным военным ведомством и обычным физиком? Вся Антарктида пронизана сетью тоннелей, а также руслами рек. Все они находятся глубоко подо льдами и, возможно, являются частью гигантской коммуникационной системы, о которой мы до сих пор ничего не знаем. Многие реки являются выходом этой системы в океан. При этом многие тоннели могут служить входом в эту систему. Это сенсационное интервью Донкана Уингема наделало много шума. Глава европейской космической программы Криосат по исследованию полярных льдов фактически заявлял о том, что в Антарктиде существует некая подлёдная цивилизация. И вот теперь известного учёного тоже поставили на счётчик. Антарктида идеальное укрытие. Учитывая особые климатические условия, здесь может совершенно незаметно для остального мира существовать довольно развитая цивилизация, совершенно отличная от нашей. Возможно, это и есть коренные обитатели шестого континента, которые людям совсем не рады. Да, существует такая версия. То есть под этим многокилометровым слоем льда находятся полости, в которых практически температура вполне пригодная для жизни, где есть воздух. Неограниченные ресурсы и полнейшая автономность. Эти факторы делают Антарктиду идеальным местом для существования любой высокоразвитой формы жизни. Более того, неоднократные свидетельства доказывают, эта жизнь уже не раз проявляла себя. 15 августа 2016 года от Антарктиды откололся айсберг размером со Швейцарию и ушел в свободный дрель. Экологи из Новой Зеландии и Австралии тут же заявили, во всем виновата глобальное потепление. Они даже привели довольно убедительные прогнозы, мол, если таяние ледников пойдет в том же темпе, очень скоро поднимется уровень мирового океана и все города окажутся на его дне. Ну, по расчетам да, действительно, если растает сейчас Антарктида, то уровень океана поднимется по расчетам на 60 сантиметров. Это очень много в масштабах планеты и многие участки суши будут затоплены. Глобальное потепление это миф. Сегодня это признают даже такие поборники экологии, как Элгор. Значение глобального потепления в формировании климата нашей планеты сильно преувеличено. не надо выдавать естественные процессы за рукотворные и демонизировать человеческий род. По мнению многих глициологов, специалистов по физике льда, антарктический панцирь не только не тает, но с каждым годом лишь увеличивается в размерах. пока антарктида находится в высоких южных широтах. Оснований для того, чтобы ледник растаял практически нет. Тем не менее, шестой континент по необъяснимым причинам продолжает трещать по швам. Гигантская трещина длиной в десятки километров образовалась на шельфовом леднике Ларсен. Прошлым летом ее появление засекли британские геофизики. Сегодня разлом увеличивается со скоростью один метр в день. Если деформация ледника не остановится, это приведет к отколу гигантского айсберга. Образно говоря, он будет в 300 тысяч раз больше той ледышки, что потопила Титаник. Конечно, если айсберг колоссальной величины отколется, это будет как, допустим, плавучий материк. Да, действительно, это, я думаю, серьезно. Серьезно. Это надо будет точно исследовать и как-то принимать какие-то меры. Но какие внутренние процессы заставляют многокилометровый лед разлетаться на части? Возможно, к полярному расколу действительно причастны те, кто во все века стремился к анонимности. К появлению трещины привело не глобальное потепление, а испытание сейсмического оружия невероятной мощи. На Земле такого еще попросту не существует. С таким заявлением в прошлом году выступил известный британский уфолог и конспиролог Макс Спирс. Там подо льдами творится нечто экстраординарное, учитывая масштабы трещины на том же леднике Ларсен. Ни эрозия, никакой иной естественный процесс просто не могли расколоть лед толщиной несколько километров. Тогда к словам Спирса отнеслись довольно скептически. Однако некоторые жуткие события последнего времени заставляют сегодня взглянуть на эту ситуацию совсем иначе. Гражданин Великобритании Максвилл Спирс 39 лет найден мертвым в одном из отелей Варшавы. Эта новость взорвала интернет 26 июля 2016 года. В прессе тут же начали вспоминать чем именно он занимался. Оказывается основной вид расследований Макса касался связи различных мировых правительств и пришельцев. Он также утверждал что технически пришельцами их назвать неправильно. Скорее этот термин относится к нам. Эта древняя раса присутствует на Земле уже миллионы лет. Они были свидетелями а порой инициаторами многих поворотных событий в истории нашей планеты. А мы тут всего лишь новички. В польскую столицу Макс прилетел чтобы выступить на очередном уфологическом конгрессе. Одно из тем его выступление касалось коренных жителей Антарктиды. Макс называл их наблюдателей. Сегодня основная цель наблюдателей следить за порядком. По сути за нами и если что проводить на планете генеральную уборку. Это означает уничтожение человечества. Я в беде. Если со мной что-то произойдет расследуйте. Этот текст смс сообщения которое получила мать Макса Ванесса Бейтс за неделю до его гибели. Невероятно но похоже уфолог прекрасно понимал что его хотят убрать. Мой сын никогда не боялся смерти но он всегда знал что ему грозит огромная опасность из-за того чем он занимается. Дальнейшие события напоминают фильм теория заговора. Справка о смерти выданная в Варшаве сообщает что британец скончался от естественных причин. При этом протокол вскрытия отсутствует. Если верить польскому следователю который вел это дело оно вообще не проводилось. В распоряжении патологоанатома и нашей следственной группы оказались документы подписанные партнером пана Спирса в которых говорится об отказе от вскрытия в случае его смерти. Документ заверен у нотариуса так что мы не имели права нарушать его волю. Но у Макса Спирса не было никаких партнеров. Никогда. Он был что называется волк-одиночка. На этом настаивает польский журналист Александр Бердович. Он был последним человеком который брал у Макса интервью. Мы встретились с ним в Варшаве и оказывается Алик не исключает того что британский уфолог был отравлен. Да его могли отравить. Макс время от времени показывал на своем теле такие маленькие точки. Он уверял что это следы от уколов. Какие-то люди насильно вкалывали ему седативные средства. Их применяют чтобы превратить человека в овощ. Чтобы заставить его замолчать. Думаю Макс не зря боялся за свою жизнь. Не исключено что однажды ему просто вкатили смертельную дозу. Тело Макса выдали родственникам лишь спустя месяц после его смерти. И сегодня его матери хочется знать только одно. Что случилось с ее сыном? Однако британские спецслужбы еще даже не приступали к расследованию загадочной гибели британского гражданина. Мы старались доставить его тело на родину как можно скорее. Но получилось так как получилось. Тело Макса прислали в закрытом гробу. Он пересек четыре границы прежде чем вернуться на родину. При этом сотрудники морга настоятельно рекомендовали не открывать его. По какой причине нам не объяснили. Так мы его и похоронили. Признаться, порой я даже не знаю, кто именно был в том гробу. Возможно, это даже не мой сын. Не хочу думать об этом. На фоне загадочной смерти Макса Спирса о так называемых наблюдателях заговорили многие исследователи паранормальных явлений. Сегодня эту версию всерьез рассматривают многие атланты. Как бы там ни было, это очень древний и сильный народ, который может и скорее всего уже влияет на геологические и климатические процессы Земли. Эти кураторы пришельцы они смотрят за тем, чтобы человечество не нарушило какие-то земные принятые ими законы, не нарушило ход событий и не вмешивалось в дела соседних миров. Согласно этим легендам атланты некогда населяли страны Средиземноморья. Согласно другим страны Карибского бассейна. Но казалось бы, какая связь между жаркими Ливаном или Кубой и Ледяной Антарктидой? До смены полюсов нынешние тропические страны были покрыты снегом. Геологи уже признали этот факт. Также эксперты не исключают, что когда-то атланты переселились на Землю с Марса. И холодные территории оказались для них единственно пригодным местом обитания. А когда земная ось в очередной раз изменила свое положение, древние атланты попросту перебрались поближе к новому полюсу холода. Это малонаселенное, совсем труднодоступное место для посещения любых экспедиций. И маскировка, она как раз идеальна в среде Антарктиды. Астрофизики уже доказали, местами антарктический климат очень похож на марсианский. Речь идет о так называемых сухих долинах. Название говорит само за себя. Последний раз дождь выпадал здесь два миллиона лет назад. Недаром эксперты НАСА всерьез рассматривают шестой континент в качестве тренировочной базы для будущих покорителей Красной планеты. Существует версия, что американцы там готовят космонавтов для освоения Марса. Там именно климатические условия схожи с марсианскими. И поэтому вполне логично, что там проводятся какие-то тренировки для будущих участников марсианских экспедиций. Российский режиссер Екатерина Еременко первая женщина, которая провела на станции Восток больше месяца. Я не могу сказать, что все были в восторге от того, что я там появилась. И некоторые полярники, я даже бы сказала, у них есть такой закон, что женщин не должно быть на Востоке. На магнитном полюсе Земли Екатерина снимала документальный фильм «Озеро Восток Хребет Безумия». Совсем недавно он получил гран-при старейшего фестиваля документального кино в Чехии. В общей сложности картина готовилась к выходу 18 лет. Оказывается, это место подпускает к себе далеко не каждого. Был один немецкий режиссер, он прожил год на Востоке и в конце сошел с ума. Потом был другой случай. Был один корреспондент, который тоже для того, чтобы делать фильм про Восток, уволился с телевидения, поехал на Восток и тоже ничем хорошим делом не кончилось, он потерял работу, но фильм так и не сделал. Но у меня тоже за эти 18 лет были всевозможные препятствия. Самолетом до Кейптауна, оттуда морем до Антарктиды. Четыре часа на вертолете и добро пожаловать на станцию Восток. В ледяной очень солнечный ад. Так Екатерина Еременко описывает одно из самых ярких впечатлений о магнитном полюсе Земли. Там ужасно яркое солнце и выходя из станции ты идешь сначала по туннелю снежному, Восток у сотрудников отличная зарплата и чудовищные условия труда. Здесь в разгар полярной ночи мороз достигает минус 80. Слышно как скрипят льды или что-то во льдах. Или кто-то. Бывалые полярники не скрывают зимовка на станции Восток это как тюрьма только бежать некуда. Это свободнее конечно чем космический корабль когда там у тебя всего там это нескольких кубических метров. Но все-таки на самом деле да вот ты живешь в комнатке небольшой каждый день выходишь на работу утром завтрак поработал обед поработал ужин там свободное время отбой и вот это вот полгода и больше ничего у тебя это конечно очень тяжело это да. По мнению врачей после трех зимовок подряд человека можно списывать в утерь. Месяцами здесь пьют талый снег а это дистиллированная вода. Соли и витамины добавляются в ручном режиме но и это не спасает. В итоге из-за дефицита микроэлементов постепенно отмирают ткани мозга и выпадают зубы. Зато в атмосфере не выживают почти никакие вредные микробы и мясо не портится даже при комнатной температуре. Это правда. Я сам удивился когда первый раз зашел на кухню оказалось что из-за того что низкая температура там высокий уровень метрофиолета вот и кроме людей никого нету который может там микров переносить вот но микров там в принципе нет никаких вообще. единственный источник информации на востоке интернет пусть и слабый мощности хватает разве что на просмотр электронной почты одним полярником но это не исключает возможности одновременной отправки таймера судного дня на сотни адресов единственное развлечения на востоке посещение клуба 200 попросту бани это когда на улице минус 80 а в парилке плюс 120 выпрыгнул из адского пекла в адский холод и ты в клубе говорят во времена Юрия Сенкевича были на станции экстремалы которые после парилки прыгали не в снег а обливали себя жидким азотом но это уже клуб за 300 каждую неделю все расписано по часам кто когда идет это вот то мероприятие которое ждет каждый полярник в конце недели легендарный путешественник Юрий Сенкевич исследовал на старой станции Восток паранормальную активность сегодня Восток-1 законсервирован в 6 метрах под снегом замело медицинский отсек где работал Сенкевич во время 12 полярной экспедиции словно ожившая реконструкция 60-х судя по старым ламповым приборам здесь действительно не только мерили температуру и ставили горчичники не исключено что одной из особо важных задач для полярников была установка контакта с наблюдателями все что здесь построено и все законы которые даются в мир они даются через инопланетян как мы их называем это высшие цивилизации наблюдатели которые курируют эту землю и противодействуют тому чтобы план создания эволюции человека он не сошел с рельса сегодня информация о тех исследованиях строго засекречена однако анализируя события последнего времени эксперты приходят к выводу что связь с атлантами все же была установлена более того ходят слухи что между представителями нашей цивилизации и древним народом даже был заключен некий взаимовыгодный договор конечно это конспирологическая версия но именно вот с помощью инопланетных технологий были созданы по крайней мере вот эти вот неопознанные летающие объекты летающие тарелки факты к существованию уже трудно отрицать но они используют какие-то другие принципы то есть там какая-то вот антигравитационная система особая миссия России сбор и доставка в Антарктиду бесценных артефактов которые когда-то были оставлены атлантами в районе современной 30-й широты некоторые исследователи настаивают что один из секретных морских конвоев совсем недавно перевез на 6-й континент некий ковчег Гавриила найденный в Саудовской Аравии существует как бы точка зрения что некий артефакт был погружен на борт и доставлен в Антарктиду ковчег Гавриила это аккумулятор невероятной емкости по легенде архангел доставил его на землю чтобы обеспечивать Атлантиду энергии если говорить с точки зрения духовной то кроме энергии то в этом мире вообще ничего нет и все мы с вами тоже энергия сгусток энергии вот поэтому все что находится здесь и все что находится по ту сторону нашего земного бытия все это есть энергия не более того но это собственно говоря научный факт это не обязательно быть для этого богослов эксперты сходятся во мнении что высвобождение огромной массы энергии из ковчега Гавриила может привести к разрушениям чудовищного масштаба и похоже именно этот артефакт обнаружили строители во время реконструкции великой мечети в Мекке 12 сентября 2015 года экскаватором был вырод склеп внутри которого и хранился ковчег при первой попытке его открыть произошел мощный плазменный выброс в результате рухнул башенный кран который задавил 107 человек там произошел какой-то непонятный взрыв поговаривали что нашли некий ковчег Гавриила когда его попытались открыть то действительно произошел какой-то мощный взрыв в результате которого действительно погибло большое количество людей при повторной попытке проникнуть внутрь освободившаяся энергия уничтожила еще несколько сотен человек официально 24 сентября погибло 717 паломников более 800 получили ранения власти разумеется постарались скрыть истинные причины трагедии однако вскоре из Кронштадта вышло российское океанографическое судно ВМФ России адмирал Владимирский а в Индийском океане нему присоединился усиленный военный конвой но зачем казалось бы мирному кораблю такая мощная охрана ведь официальная цель той миссии обозначалась как доставка русской почвы в места захоронений российских моряков ритуалы действительно проводились однако после захода в арабский порт Джидда эскадра почти сразу направилась в Антарктиду более того столь долгий поход адмирал Владимирский ушел впервые за 30 лет подробности этого дела засекречены поговаривали что адмирал Владимирский специально заходил в Джидду порт в Красном море якобы получил там некий секретный груз он был передан российским специалистам которые его вывезли в Антарктиду это может казаться невероятным но теперь если сложить вместе известные кусочки антарктического пазла можно предположить что ожидает человечество 15 ноября 2017 года когда остановится таймер битва за Антарктиду впереди это главная кладовая мира нетронутая и когда в мире ресурсы истощаются рано или поздно большой зарубь там начнется это будет конец неизвестности и начало новой истории Земли возможно сместятся полюса шестой континент освободится от льда и начнет зеленеть возможно в озере Восток обнаружится разумная жизнь и заработают новые источники энергии а гарантии того что в Антарктиде никогда не будет войны за ресурсы станут древние Атланты и всем кто выживет в новом мире достанется от антарктического пирога по заслугам ждать осталось совсем немного таймер не остановить до сих пор Продолжение следует...